Всем здравствуйте, с вами Марета. И сегодня я хочу сделать такой расклад, любовный, да, его ближайшее действие к вам. Давайте посмотрим. Это подойдет тем, кто общается и тем, кто не общается, кто стоит на паузе, неважно, да. Будем делать на восточном Таро. На восточном Таро 101 ночь. И будем смотреть, собрался ли он что-нибудь делать в вашу сторону или нет. Этот расклад, ну, подойдет и тем, кто общается, да, просто общение непонятное дальше, как будет развиваться, да, и те, кто общаются, и те, кто на паузе, ну, подойдет всем. Напоминаю, что расклад является общим. За более личная консультация вы можете писать мне на WhatsApp. Тут есть одни барышни, которые пишут, ой, не совпало, ой, там это, ой, то. Ну, понятно. Я же вам рассказываю, что расклад является общим. Не со всеми будет совпадать. Поэтому за более личной консультацией обращайтесь ко мне на WhatsApp. Я это говорила девочкам, да, многие писали мне на WhatsApp, всем все были довольны. То есть те, которые не понимают, что расклад общим, все это уже дело ваше. Так, давайте, загадывайте мужчину. Будем смотреть на Тару 101 ночь. Такая разрисованная, хорошая колода. И поехали. Такая разрисованная. 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 представили до мужчину поехали вы знаете этот мужчина медленно к вам идет идет но идет знаете как идет медленно то есть этот мужчина сейчас запутался скорее всего вы с этим мужчиной не общаетесь в данное время да и он просто бьется о скалы он не знает как быть как поступать как вообще дальше продолжать с вами какие-то отношения если их нету то есть я хочу вам сказать что мужчина однозначно о вас думает эмоции у него есть чувства есть они не угасли они не утухли никуда не пропали но он просто медленно к вам идет потому что он пока не знает что делать потому что здесь скорее всего был резкий обрыв отношений резкий обрыв отношений до мужчина наблюдает за вами думает о вас но не подходит не приближается не звонит не общается общения нету общения нету у вас этим человеком в данное время и вы знаете здесь вы уже думаете что это конец да на самом деле но мужчина в глубине своей души думает проявиться то сейчас мы будем смотреть полностью то есть у меня тут отыгрывается что вы не общаетесь а что общения нету он хочет встречи он вспоминает вас он думает о вас встречу у него в голове он вспоминает последние встречи которые были он вспоминаете разговоры он вспоминает здесь все что было между вами вот эти две карты выпали сейчас будем смотреть и человек вспоминает знаете что именно ваши слова что вы ему говорили что вы вот именно ваши жесты очень много разговоров за вас человек ведет ему тяжело но в данное время несмотря на то что он думает о встрече он не может проявиться он не может с вами поговорить резко произошел сбой резко перестали общаться резко все так произошло сейчас откроем карты почему вы знаете мне идет здесь это информация что человек во первых в заработках во вторых человек ушел это уход уход не к вам он не свободен уход к другой скорее всего здесь другой экземпляр здесь женщина здесь работа во-первых человек в работе во вторых человек в семейной идиллии то есть здесь человек не свободный но все равно в душе вы у него есть мы смотрели действия к вам собирается человек проявляться однозначно но знаете он боится он медленно к вам плывет мысли тяжелые воспоминания все слова все что вы говорили ваш образ в голове он держит то есть и вы знаете здесь вот эти вот корабли это мужчина и женщина да то есть ему постоянно каждый день день и за дня вот кто-то напоминает почему-то о вас это не какая-то женщина это какие-то предметы это какие-то дороги это какие-то знакомые места это какие-то знакомые леса может быть где-то что-то слышит знакомого же голос то есть да и мужчину очень сильно волнует он просто не знает как быть как поступать он хочет прийти он знаете как сейчас вот он очень красивая карта да он один в своем лесу вот хорошо я зарабатываю говорит хороший у меня дома обстановка хороший у меня мебель люблю красиво деваться дерево рот он не свободен говорит и семья рядом и вроде бы цветы цветут и вроде бы но все не то то есть тебя рядом нету и я вынужден был отказаться от тебя да я вынужден был отказаться тебя у кого-то мужчина отказался из-за какой-то другой женщины у кого-то мужчина отказался из-за вас из-за как из-за просто красивой жизни вот сейчас его мысли такие что он говорит я вот сейчас имею все но я не могу вот мне не хватает тебя несмотря на то что у меня есть все все блага жизни но мне не хватает тебя я разговариваю о ком-то постоянно с кем-то тебе я разговариваю я постоянно думаю и разговариваю и запиваю это горе то есть он говорит что запивает это горя что ему безусловно тяжело и он винит себя то есть тут такие карты да его душа говорит что я помню я хочу прийти я разговариваю они постоянно с кем-то, провожу разговоры о ней, я помню о ней, я не забываю, я помню. Но произошли обстоятельства, ну, опять же, смотрите, девочки, у кого по-разному, у кого отказался из-за красивой жизни, или ушёл в работу, у кого предательство, у кого-то он просто, да, не свободен просто, но он говорит, я говорю, да, я говорю, я о многом говорю, я о ней думаю, я её обсуждаю, я рассказываю, так мне легче, когда я кому-то рассказываю, да, о ней, мне легче, так, отодвину немножко, мне легче, я вспоминаю её, и мне легче, мне становится легче, я хочу встречи, я вспоминаю разговоры наши о ней, то есть тут он говорит о воспоминаниях, видите, тут карты воспоминания, бунт, какой-то бунт, идёт бунт, у него в голове просто идёт бунт, давайте хорошо смотри, действия какие, действия какие, да, 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 сейчас я вам скажу, девочки, его мысли, сейчас прям всё увидела, сейчас ещё докинем, смотрите, вот у него такие мысли, что несмотря на то, что он не свободен, он хочет вас познакомить с родственниками, либо увезти куда-то далеко, на свою родину, он хочет вас увезти на какую-то свою родину, понимаете, он видит вас рядом с собой, он видит рядом вас, понимаете, со своей семьёй, со своей семьёй, со своей семьёй и видит рядом, просто вас он видит рядом, то есть он описывает красивый город, он описывает красивый дом, красивый пейзаж, и там находитесь вы с ним, и он говорит, и вечерами я бы гулял с ней, то есть он хочет построить что-то с вами совместное, то есть у него в мыслях это есть, но он, да, он мечтает, он мечтает уехать с вами, но он говорит, я же просто как бы женат, и здесь он говорит ещё то, что я как бы не хотел, он говорит, эти мысли гнать о тебе, как бы я не хотел, я скрывался, я убегал, я старался просто уходить в себя, я старался уходить в кого-то, забываться кем-то, я просто старался не думать, я старался как-то, я пытался как-то вот туда, ну, настраиваться на другой лад, я пытался просто, вообще просто реально не думать о тебе, он говорит, пытался всё, я в других женщинах пытался закрываться, Но я не могу, я постоянно руками отмахиваюсь, да, я вижу тебя везде постоянно, везде, и эмоционально реагирую, то есть, да, он говорит, я вижу тебя везде постоянно, и вот эти вот мысли, они реально как волны нахлыновают, да, и не дают мне покоя, просто не дают. Вот, он говорит, я хочу к тебе прийти с какой-то вестью, во-первых, вы для него такая же красивая, он, как вам сказать, любит вашу одежду, то есть, или то, как вы одеваетесь, то есть, ему это прям, ну, нравится, нравилось точнее, да, когда вы общались, и вот он говорит, что я хочу к тебе прийти неожиданно, но я не знаю, как ты меня примешь. И пока я выжидаю, я сижу, выжидаю, то есть, сам мужчина тоже любит красиво одеваться, однозначно, чувства у него есть к вам, безусловно, они присутствуют, безусловно, то есть, как бы что ни говорили, да, другие люди, или бы вы там сомневались, и он, знаете, как просит каких-то других людей вещать, рассказывать, что ли, о вас, да, вот. Вот, и вот он говорит, да, мы смотрим действия, он говорит, что да, душа говорит его, я хочу прийти, но здесь он больше рассказывает о каких-то воспоминаниях, он говорит, что вот, несмотря на то, что меня там хотят познакомить, там, с кем-то, что-то как-то, я о тебе постоянно думаю, то есть, я тебя забыть не могу, просто не могу я тебя забыть, у меня не получается, не получается. Я как, я духовно нищий без тебя, я духовно без тебя нищая, но не могу я объявиться, вот, двойственная ситуация, это две женщины, то есть, он, этот человек не свободен, однозначно, он не свободен. У кого-то из-за жены не может прийти, да, кто-то, кто-то был любовницей, хорошо, понятно, сейчас спросим, когда ты придёшь и с чем? Знаете, а он не сможет дальше молчать, он, знаете, он ещё вот говорит, что я старался её забыть, но не могу, вот опять это говорит, я приду к тебе, у кого-то явится после Нового года, у кого-то явится прям в Новый год, то есть, да, у кого-то явится в Новый год, у кого-то после Нового года, и он говорит, что я приду, как побитый пёс, как побитый странник, я как буду, вот, как собака к тебе идти, потому что не будет мне веселья, да, я развлекался, я бухал. Девочки, смотрите. Да, здесь проигрываются измены. Тут проигрываются измены. И кому-то больно, кто-то не сможет рядом, допустим, быть с этим мужчиной, да? Он придёт, но он придёт с тяжёлым грузом. С тяжёлым, с тяжёлым грузом. Он хочет, чтобы вы куда-то с ним поехали. Да, но он хочет встречи. Будет встреча, он будет действовать. Но смотрите, у кого-то после Нового года, а у кого-то по весне цветут цветы. Я вижу, он представляет вас. Цветут цветы, и вы рядом. Вот он мечтает быть с вами в красивой обстановке. За что-то хочет извиниться, за что-то... Знаете ещё что? Я расскажу. У кого-то... Когда вы с ним увидитесь, когда он придёт, а он придёт... Даже он скажет такую фразу, я без тебя жить не хотел, да меня спасли. То есть он один раз, наверное, так нажирался и напился, что что-то с ним чуть ли не случилось. Запутался, он говорит, какой-то друг спас его, что ли. Тяжёлые камни мысли, а тебе тяжёлые камни, он говорит, да. Га-га-га-га-га-га-га. Две женщины. У кого-то две. Так, смотрите. Такая карта, сейчас я даже сфоткаю её, минуточку. Красивая карта тут вышла. Знаете, она так красивая, но то, что я буду говорить, будет ужасно. Он говорит, что здесь снится мне, как будто вы умерли, как будто ты умерла. И у меня очень сильный страх тебя потерять. Я боюсь тебя потерять. Мне страшно тебя потерять. Мне очень страшно тебя потерять. То есть он говорит, мне снится то, как будто я тебя теряю. У меня как будто кинжалом, говорит, как будто кинжалом мою душу рвут. То есть вот говорит, да, я предал, я женатый. Но тут проигрывается, что, да, женатый человек, опять же, склоняешься к тому, да, что он женатый. Он говорит, я боюсь, как тебя, ну, что я потеряю, я боюсь за твое здоровье, но я лью слезы. То есть он говорит, да, девочки, ждите письмо скоро. И когда, да, все-таки будет у вас встреча. И когда он придет, он просто признается, что наш вот этот опять, давно на них не гадала, на этих картах, сейчас фоткаю. Он даже признается вам, что он хочет быть с вами. Но проблема в том, что он не поменяется. Я не вижу, что человек, вот, ну, не поменяется, да. То есть он не сможет бросить семью, детей. Вот все, что связывало его в прошлом. Я вижу, что этот человек безумно хочет быть с вами. Но его связывают, понимаете, во-первых, во-первых, он женатый. Во-вторых, есть еще другие женщины. Он хочет вас куда-то увезти. Он скучает о вас, но он не изменится. Нет. Знаете, тут как еще идет, что он хочет старость даже с вами провести, но он не изменится. Знаете, он как говорит, может быть в старости я изменюсь, поменяюсь, да. То есть такой момент. Вот такой у нас был расклад. Вот такой. Напоминаю, что расклад у нас являлся общим. За более личной консультацией обращайтесь на WhatsApp. На WhatsApp. Смотрите, там, кто пишет мне по поводу ритуалов, понимаете, да, что сначала у меня идет диагностика, ну, а потом уже я говорю вам, да, что я могу сделать и как я могу вам помочь. Всех была рада видеть. Всем всех благ. До свидания.